МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пришло время спорта на ОТВ и сегодня мы отправимся в Московскую областную детско-юношескую спортивную школу Олимпийского резерва по боксу. В центре внимания одаренные боксеры Евгений Машкович и Владимир Гольц. Ребята тренируются под руководством команды наставников Виктора Коробченко и Андрея Машковича. Евгений Машкович, 16 лет, ученик Одинцовского лицея номер 6, в спорте с 5 лет. Вначале занимался хоккеем, затем боксом. В 12 лет сделал выбор в пользу семейной боксерской традиции. Так уж сложилось в жизни Евгения, что его первым наставником стал Виктор Коробченко, который тренировал его отца. Затем за работу с юношей взялся его папа Андрей. Сложились обстоятельства в жизни, что закончил я боксировать, работал, закончил институт, я юрист по образованию и по профессии. Вот, но появились сыновья и вот вернулся в этот зал. В этом зал, можно сказать, этому залу я отдал 25 лет жизни. Старший сын, вот Евгений, занимается боксом уже, ну, наверное, первый бой он провел 8 лет, хотя первый его спорт – это хоккей с шайбой на льду. Но он не параллелили, если можно так выразиться. Больше он играл в хоккей, ну, там, с 5 лет. А с 7 уже начал заниматься боксом, но как дополнительная факультативная секция была. Вот, и 8 лет уже провел первый бой, но 12 лет нужно было выбирать, и мы выбрали бокс. Я выступаю и как тренер, и, в общем-то, я его направляю, как принято говорить, есть у боксеров, профессионалов менеджеры, да, я, конечно, не менеджер, но ему надо учиться, ему надо искать спарринг-партнеров. То есть я организовываю этот процесс, ну, больше это, конечно, мне это нравится, это такое, как хобби мое. Евгений Машкович стал бронзовым призером первенства России среди юношей, выиграл первенство вооруженных сил в соревнования «Общество Локомотив». Всероссийский турнир на призы олимпийского чемпиона «Лагутина». Евгений является членом сборной команды России среди юношей. В мае победил на первенстве России в планах выход на европейское состязание. Перед боем всегда происходит какое-то волнение, какой-то мандраж, ну, надо от этого избавляться, вот, ну, то есть страха нету. Ну, страх, наверное, был, вот, какие-то первые бои, когда я только начинал драться. Сейчас уже вроде от этого избавился, и все в порядке. Когда на ринг выходишь, там, буквально первые секунды проходят, и все в порядке. Вообще уже никакого волнения нет, никакого страха. Я вывожу ведь не только своего, вот, у нас есть еще боксеры, которые ездят на эти приличные соревнования, ну, высокого уровня, вот тоже Вова Гольц. Я скажу честно, когда я вывожу Вову, у меня волнения меньше. Когда я вывожу своего, у меня по спине-то там струйки, там не капельки, а струйки пота текут. Тем более, действительно, я знаю, что бокс, ну, это жесткий вид спорта. Вот. Но сразу для телезрителей, для родителей, которые вот увидят эту передачу и услышат эти слова о жестком виде спорта. Он не жестокий, он жесткий. И, конечно, на соревнования соответствующего уровня должны попадать боксеры с соответствующей подготовкой. Несчастные случаи, которые, о которых кто-то где-то слышал, да, вот. Бывает, ну, если мальчик не готов или, там, юноша, ну, боксеры, боксеры разных, ну, различные подготовки разного класса. Ну, бывает что-то. Вот. Бывают и переломы, бывают переломы носа, бывают подвывихи челюсти. Вот. Но если бить бокс не только удар, есть еще и искусство защиты. При хорошей подготовке все в порядке. Но касаемо, да, любого боксера, в общем-то, выводишься и волнуешься за него. А сына есть волнение, оно повыше, посерьезнее. Но он выбрал такой спорт. Я всегда радуюсь, когда прихожу в зал. Ну, когда ты приходишь в зал, ты всегда забываешь о своих проблемах. Вот. О школьных проблемах. Вот. Ну, я имею в виду, там, оценки и все такое. Был совсем юношей, да, мальчиком юношей, слушался безоговорочно. Потом наступает этап жизни, что он взрослеет. Так называемый, как, наверное, говорят психологи, юношеский максимализм. Ну, где-то огрызался, где-то. Я... Был такой этап, что я его отпустил на вольные хлеба. Говорю, у нас есть персональные, квалифицированные тренеры. Вот. Но был у него небольшой спад. Вот даже он поехал на соревнования, проиграл второй бой. Мы посмотрели, как он говорил, как ты мог. Все-таки есть у нас с ним взаимопонимание. Вот. И сейчас вот ближе к 16, ну, 15-16 лет этот год нашли мы, как я считаю, полное взаимопонимание, общий язык. Вот. Он стремится. Ну, взрослеет. В общем, взрослеет, становится серьезней, опытней. И все у нас в порядке. Еще один одаренный боксер подмосковной школы Владимир Гольц. Боксирует в весе до 54 килограммов. Выиграл первенство Московской области и Центральный федеральный округ. Также хорошо проявил себя на первенстве России. Вова очень приличный боксер. Они одного возраста. Ну, Вова поменьше, Женя-то все-таки, он такой, он тяжеловес. Вова боксирует до 54 килограмм. В этом году он выиграл первенство Московской области. Выиграл первенство Центрального федерального округа. И мы вот вместе, вдвоем из Одинцова, летали в Иркутск на первенство России. Ну, там, как бы, в первом бою, в абсолютно равном бою, на мой взгляд, ну, как на взгляд тренера, может быть, любого, он не проиграл. Ну, дали победу. Правда, там мальчик очень, ну, титулованный мальчик. И при прочих равных, как бы, более титулованному отдали победу. Вот, стараюсь себе помогать так живой, да. Ездим мы вместе, вот они в паре ездят на соревнования, на сборы. Вот. Ну, Вовка, он вообще очень ответственный такой. Он не технарь, он бесстрашный. Ему вообще, вот, все равно, кто перед ним, он иной раз пренебрегает защитой. Но, вот, с характером именно боксера, бойца. Ну, я думаю, что голову моему охладим. Все-таки должна быть горячее сердце и холодная голова. Вот, Вове немножко не хватает. Но боевого духа ему не занимать. Впереди у ребят насыщенный тренировочный год. Учеба и планы по выходу на европейские состязания. Пожелаем спортсменам удачи и ярких побед. Через три недели всероссийский турнир. То есть турнир достаточно, ну, можно сказать, сильнейших боксеров со всей страны имени заслуженного тренера России Хромова здесь, в Ивантеевке. То есть здесь близко, никуда не нужно ехать. Вот. И в декабре, в начальных числах, в Петербурге, Кубок России. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok